Житель села Тендик Рыскул Турумбеков взял в Айлбанке в лизинк белорусский трактор по 9% годовых. После того, как завершится оформление документов, он вернется к полевым работам. В это время года каждый день на счету. Сейчас тракториста больше всего беспокоят цены на ГСМ. В прошлом году один гектар земли для пахотных работ стоил 1400-1500 сомов, а также дополнительно выдавалось 25 литров масла. В этом году цены решает Айлок Мэту. То, что выросла стоимость ГСМ, это, конечно, бьет по карману жителей. За последние три года в Кочкорском районе в лизинг было приобретено 10 новых тракторов. В Панарынской области этот район лучше всех, обеспечен необходимой агротехникой. На сегодняшний день 78% сельхозмашин готовы к пассивной и другим полевым работам. В нашем районе 546 единиц сельхозтехники. Из них на поля выйдут 425 тракторов. С начала года в лизинг поступило два трактора марки 10-25 и один трактор марки 925. Ежегодно приходят по две или три новых агромашины. Всего в весенне-полевых работах Панарынской области будет задействовано 1900 единиц сельскохозяйственной техники. Планируется освоить 111 тысяч гектаров пахотных земель. Как рассказывает Алмазбек Шакиров, техники на радость становятся больше. А вот молодых механизаторов в селах практически нет. Нужно восполнять кадровую нехватку. В нашем училище обучали механизаторов, а сейчас нет. Я сам 20 лет в этой профессии. Считаю, что нужно возобновить обучение, привлекать молодые кадры. В нашем училище обучали механизаторов, а сейчас нет. Также сейчас в Нарынской области идет раздача семян пшеницы и ячменя фермерам в рамках льготного кредитования. Так, сегодня в Джумгальский район привезли 170 тонн пшеницы. Один килограмм семян стоит 45 сомов 25 тыинов. Поступило 56 тонн ячменя по цене в 47 сомов 20 тыинов за килограмм. Кредит оформляется сроком на два года через банки. Мадина Низамова, Айдин Толобеков, Иния Тергешева, Эльтернарынская область.